Вот к вопросу о тех жутких заявлениях, которые мы слышим со стороны Запада, саморазоблачительных. Вчера западные средства массовой информации в очередной раз продемонстрировали свою сущность, так называемую антисвободу, антидемократичность. 2 мая бывший премьер-министр, нынешний министр иностранных дел Британии, Дэвид Кэмерон, в интервью агентству Reuters, внезапно заявил, что Украина имеет право наносить удары, как он это сформулировал по территории России, и британским оружием. Поднялся страшный шум в мировых медиа, в том числе и в британских средствах массовой информации. Почему? Да потому что впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является секретом Польшинеля. Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев. Но это настолько получилось самоизоблачительно, это настолько было очевидным саморазоблачением и свидетельством собственных преступлений, что через два часа после того, как эта публикация появилась, видимо, под давлением Даунинг-стрит, агентство Reuters удалило этот материал, заявив, что сообщение о том, что министр иностранных дел Британии Кэмерон обещает помощь Украине, отозвана в связи с пересмотром некоторых деталей в материале. Пересмотренная версия, как было сказано материала, будет опубликована в установленном порядке. Конец цитаты. Во-первых, этот факт, так сказать, неприкрытой эквилибристики на грани цензуры не остался никем незамеченным. Даже те, кто хотел отмолчаться, отсидеться в сторонке, просто были вынуждены выступить с, в общем, мягко говоря, недоумением. Так вот, не прошло и полсуток, как агентство Reuters все же вернуло эту новость на сайт без, вы не поверите, видимых изменений. В том числе, там присутствует и цитата Дэвида Кэмерона про атаки на российский регион. О чем это говорит? Это говорит о том, что это было сказано Дэвиду Кэмерону. Эффект, видимо, превзошел все ожидания. Давили, видимо, и на Reuters. Надо отдать должное, что, видимо, недодавили. И материал вновь вернулся на то место, где и находился. Хотел бы напомнить, что точно такие же бравурные заявления, а также искренние поздравления доносились от официальных лиц натовских стран в связи с актом туристического характера на Крымском мосту в октябре 2022 года. Мы помним злорадные публикации в социальных сетях, на сайтах, которые открыто восхваляли, как они это формулировали, блестящую работу этих жутких СБУ. И на следующий день после теракта эти публикации точно так же начали зачищаться в попытках коллективного Запада откреститься от содеянного и перевести стрелки. Хотите несколько примеров? У меня есть. Глава службы внешней разведки Британии Ричард Мур заявил, что ему льстят утверждения о причастности Лондона к теракту на Крымском мосту. Прямая цитата. «Мне льстит тот факт», — заявил Ричард Мур, — «это МИ-6, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более паразаично», — сказал Ричард Мур. «Британия ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя». И это то, чем мы занимаемся». Конец цитаты. Бывший командующий Европейской армии НАТО генерал Филипп Бридлов советовал ВСУ обратить внимание на Крымский мост в качестве цели для атаки, чтобы ослабить Россию. По мнению экс-командира Альянса, Киев может нанести удар по Крымскому мосту, атаковав его через Керченский пролив с помощью противокорабельных ракет «Гарпун», которые США поставили Украине. По словам Бридлова, атака на Крымский мост со стороны Украины. Вы не поверите, но он это сказал совершенно оправданно. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Ренсайлу поприветствовал взрыв на Крымском мосту и поздравил с этим вооруженные силы Украины прямая цитата главы дипломатии Эстонии. Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией. Положительным моментом является то, что движение остановилось, сказал Рейн Салу. Глава военной разведки Минобороны Украины Буданов признал, прямая цитата, «Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой». По спреду Украины в ООН Кислиц намекнул на готовящуюся атаку Киева на Крымский мост. Он опубликовал в социальной сети изображения с шестью основными типами мостов в 1924 году, где рядом с надписью «Керченский мост» стоит пустая картинка. Депутат польского сейма от левых Роберт Бедронь назвал сообщение о ЧП на мосту, это его прямая цитата, вы только подумайте, это депутат, польский депутат, бальзамом на сердце. Его коллега из партии «Право и справедливость» Мирослава Стеховяк-Ружецкая указала, что это событие имеет, прямая цитата, не только символическое, но и практическое значение. Идем дальше. Глава МИД Латвии Байба Бража заявила, что Украина якобы имеет право атаковать российские объекты, а некоторые из западных стран, передающие Украине оружие, разрешают Киеву наносить удары по российским объектам. Посол Литвии Швеции, экс-глава Литовского МИД, намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту и выложил по следующему содержанию прямая цитата от литовского дипломата. Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керчевском мосту, еще есть время. И он прикрепил изображение моста и фотографию пуска ракеты. А у меня такой вопрос ко всему этому политическому сброду Бомонду. А вы себе представляете, если кто-нибудь в Российской Федерации или в других частях света опубликует нечто похожее в отношении, ну, например, туннеля под проливом Ла-Манш или какого-нибудь гражданского инфраструктурного объекта? Вам как это покажется? Хотя, с другой стороны, мой вопрос, наверное, в большей степени риторический. У них же уже на их территории был подорван гражданский инфраструктурный проект в виде северного потока 1 и 2. И они даже расследование не проводят, потому что все указывает на то, что за этим они же и стоят. Так получается, они не только спонсируют террористическую деятельность киевского режима, они сами думают, как террористы. Расторженные поздравления западников в связи с терактами на Крымском мосту тогда вскоре стали подчищаться, как мы уже об этом говорили. Видимо, они поняли, что это буквально будет доказательством их террористического менталитета. Не проглядывается ли здесь, опять же, прямая аналогия с высказываниями Кэмерона об атаках на российские объекты нынешние высказывания его? Не стоят ли в одном ряду? Для нас не новость, что коллективный Запад не только закрывает глаза на все преступления киевского режима, но и открыто поощряет и подталкивает их к совершению. И слова Кэмерона яркое тому подтверждение. Вопрос в другом, что получается, они не только других подталкивают исторически на путь и к дороге, ведущей к террористической деятельности. Они сами так считают. Они сами считают это нормальным. Подводя итог, я хочу сказать, что слова Кэмерона – это еще одно свидетельство той самой гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против нашей страны, на которую наша страна дает ответ и будет делать так и дальше. Но я хочу сказать еще об одном. Все подобные аналогичные проекты, которые развивал Запад коллективный или в индивидуальном своем качестве в отношении других стран, других организаций, других социальных групп, наделяя их и оружием, и деньгами, и политической поддержкой, самое главное, вот точно так же подталкивая к террористическому экстремистскому пути, заканчивались примерно одинаково. Эти самые созданные и скормленные коллективным Западом террористы возвращались на Запад. Точно так же будет и сейчас. Так уже происходит. Уже всплывает западное оружие непосредственно на территории стран коллективного Запада. Уже совершаются по миру теракты, в которых замешано это оружие. Не только теракты, но и в зонах конфликтов это оружие всплывает. И никто из граждан Западных стран не гарантирован от того, что станет жертвой того самого оружия и тех самых идеологем, которые были Западом привиты киевскому режиму.